Здравствуйте, друзья! И сегодня «Воездная студия» работает на форуме «Международный биржевой товарный рынок». И у нас в студии Николай Довыденко. Николай, здравствуйте! Хотелось бы поговорить про сотрудничество. Вы представляете узбекскую биржу. Как сегодня выглядит сотрудничество между российской биржей, в частности, СПБ МТСБ, и биржей, которую представляете вы? — Во-первых, хотелось бы передать большое спасибо от руководства биржи, нашей руководству СПБ за приглашение. Потому что это действительно форум, который для нас, лично для нас, мы понимаем, что мы идем в том фарватере, который нужен. То есть мы в таком же направлении думаем. Мы продвигаем и срочный рынок, и очень понравилось выступление вашего руководителя ФАС, что биржевой рынок — это рынок, где исключает именно какие-то серые схемы, прозрачность, конкурентность, как вы сказали, все верно. Ну а что касается в рамках подписанного соглашения, подписанное соглашение было летом этого года, в мае, 30 мая. На полях встречи наших премьеров господина Медведева и господина Арипова в городе Хиве 30 мая этого года. Значит, было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве. Так как мы и Санкт-Петербургская биржа, и узбекская республиканская товар-селевая биржа, мы входим в ассоциацию МАП СНГ. Это помогает интегрироваться, понимать определенные направления развития движения. И в рамках этого соглашения мы разработали дорожную карту, в которую, в принципе, и идем. На сегодняшний день аккредитованы биржевые брокеры, которые аккредитованы на Санкт-Петербургской бирже. Также мы аккредитовали у нас. Сейчас Санкт-Петербургская биржа предоставила нам симулятор виртуальный, будем так говорить, допуск к работе фьючерсного рынка. То есть, чтобы наши, так как у нас это тоже в состоянии, будем так говорить, в становлении. А сколько лет у вас уже развивается биржевая торговля? Ну, нашей бирже в этом году 25 лет. 25 лет? Да, 25 лет. Правительство очень помогает нам. Вот вышло постановление 44-84, по которому было 27, стало 38 товаров, которые подлежат обязательной продаже через биржевые торги. Какие у вас основные товары торгуются? Что несет основную, скажем так, экономическую составляющую? Основное – это лес, это металл, это минеральные удобрения. Ну, 38 товаров перечислять, наверное, сложно. Ну, да, у нас не хотелось бы сказать основные. Да, это зерно, это мука, это золото. Ну, и фишка наша – это торговля номерами, красивыми номерами на автомобиле. Торговля номерами, да. А которые работают на повышение. Благодаря используя этого механизма, мы только за первые полгода, когда только внедрили, это 2018 год, конец 2017, начало 2018, мы дополнительный доход принесли порядка 130 миллиардов сумм бюджетного государства. В Узбекистане красивые номера. Жизнь должна быть прекрасной, даже в номерах. Если говорить про сотрудничество между странами, на ближайшие годы какие видите этапы развития именно у бирж, скажем так, сотрудничества? Однозначно мы будем продолжать работу с российскими биржами. Это Санкт-Петербургская биржа, это Московская биржа, потому что, ну, как бы там ни было, это на сегодняшний день лидеры в странах СНГ. Мы не маленькая биржа, мы себя позиционируем по товарному рынку вторыми после Санкт-Петербургской биржи. То есть наш объем позволяет так заявлять, потому что 38 позиций – это только, которые обязательны, но фактически их больше 500 позиций, которые мы торгуем. Номера – это обязательная позиция? Нет, это, будем так говорить, совместный проект Министерства экономики с Министерством внутренних дел. Если говорить про этапы становления биржевой торговли биржи в Узбекистане, какие этапы вы прошли, на каком этапе сегодня находитесь, какие впереди? Ну, однозначно, этапы, ну, за 25 лет я могу только вкратце сказать. Вкратце, конечно. Да, ну, изначально биржа была создана в 1994 году по указу президента, и с тех пор, будем так говорить, правительство понимает всю важность биржевой торговли и только способствует развитию. То есть это были сначала внедрены постановления, где было 7 позиций, обязательных к реализации на биржевой торговле. А с какой начинали? Ну, это, скорее всего, лес, металл. Я сейчас не помню, это был, да, это был, дай бог памяти, по-моему, 2003 год. Вот, и на сегодняшний день 38 позиций, это раз. Второе, дальнейшее развитие однозначно есть решение, это усиление развития спотового рынка, потому что на сегодняшний день, в свете последних изменений, которые коснулись всей экономики республики, мы видим приток иностранных партнеров, инвестиций, то есть мы рассчитываем на увеличение, даже вот сейчас за 9 месяцев рост составил 20% от прошлого года. Ну, то есть, понятно, по прошлому году биржа давала 8% от ВВП, то есть через биржевые торги. Это говорит о том, что прозрачность. Мы на этом не останавливаемся, потому что объем выставляемых видов товаров растет, и, соответственно, будем работать. У нас про золото и про зерно сегодня только говорят, про выход на биржевую торговлю, а вот у вас про какие отрасли сегодня говорят? Первым этапом, это, значит, на сегодняшний день, вот те задачи, которые вот нам поставлены, это вот, я уже сказал, фьючерсная торговля, потому что, ну, фьючерсная торговля, когда ставится такая глобальная масштабная задача, она влечет за собой решение еще задач, то есть это вот насыщение рынка, это, в первую очередь, обучение людей, надо, чтобы они поняли, что это такое фьючерсный рынок, чтобы брокеры поняли, чтобы они захотели работать. То есть это серьезная такая, да, многоэтапная работа, которую, ну, поставлена задача, будем решать тут, в принципе, на сегодняшний день так. Вы сказали, что создана ассоциация, в которую вы входите, в которую входит Санкт-Петербургская биржа, а вот какие, скажем так, возможности дает участие в этой организации? – Однозначно, ну, вот, вкратце, мы еще входим, помимо МАП СНГ, мы входим в ассоциацию фьючерсных рынков, мы в прошлом году, в этом году, в 19-м году, в феврале были приняты МАП СНГ, мы с 2004 года, в принципе, общение, вот, вот, даже сейчас, вот, спасибо, опять же, хочу повториться, Санкт-Петербургская биржа, что нас собрали, вот, мы все в одном ряду сидим, это и казахская биржа ЕТС, и белорусская универсальная товарно-сырьевая биржа, и киргизская биржа, и мы все друг друга увидели, мы все услышали, пока здесь пили чай, кофе, мы пообсуждали эти моменты, вот, сейчас идет товарная сессия, поэтому наши коллеги там, так что продолжим работу. Спасибо вам большое, не будем вас тогда задерживать, в студии телеканала про бизнес на форуме, был Николай Доводенко, Анастасия Белоногова, не переключайтесь.